Валентин Юрьевич, а все-таки золотой стандарт, который потерпел поражение перед нынешней системой, все-таки какой лучше был, золотой стандарт или нынешний? Золотой стандарт категорически нельзя принимать. Это понимали даже все в 19 веке. Я еще раз говорю, что там правдами, а в основном неправдами, где обманом, где деньгами, где там угрозами, а где убийствами, они продвигали золотой стандарт. Вот в Бисмарке купили вот таким образом, вы нам золотой стандарт, а мы вам единую Германию, второй рейх. То есть, к сожалению, историки вот этого не рубят. Они просто вот описывают события, но они не понимают под ногу этих событий 19 века. Под этим углом зрения интересно даже объяснить так называемую Парижскую коммуну 1870 года. За этой же Парижской коммуной Россельда стояли. И, если я не ошибаюсь, золотой стандарт и наша царская империя была в должниках, правильно же ведь? Ну, конечно. Когда деньг нам оказался платить. Конечно, нас посадили на золотую иглу. Еще бы. Да. Ну, это тема большого отдельного разговора. Мы все, как говорится, сейчас не можем объять. Это надо рассказывать, что происходило за Россией, начиная с Петра Первого, наверное, а может и раньше, а может быть даже еще с времен Ивана Грозного. А нынешняя система тоже имеет минусы в том, что страна посадит на долги, на эти кредиты, да? И если страна не может выплачивать, она как бы выплачивает свои ресурсы. Правильно же ведь? Ну, понимаете, я даже не могу. Вот вы знаете, если какой-то идиот что-то делает, вот как нормальному человеку объяснить идиотские поступки? Я даже просто не знаю, с какого боку заходить. На самом-то деле, значит, ну вот та же самая госпожа Набиулина. Да. Она, значит, говорит, что она якобы управляет, если не всей экономикой, то, значит, рублем с помощью ключевой ставки. Вот я вам сейчас образно, понимаете, экономику надо образно, не как-то там вот заумно какие-то формулы, граффити. Она мне напоминает даму, которая живет в загородном доме. Значит, у нее, значит, в доме в загородном хороший газовый котел с регулятором, да. Дама хочет жить в комфорте, условно говоря, плюс 20. Да. Котел хороший, без всяких проблем. Ну, пришел какой-то дядя и сказал, вы знаете, живите, но, пожалуйста, с открытыми дверями, с открытыми окнами. Ну, летом еще как-то нормально. Хотя там, понятно, мошкара летит, комары. А зимой-то, извините, на улице минус 30. Набиулина мне напоминает ту самую даму, которая подходит к котлу, поворачивает до отметки плюс 100, а в доме все равно минус. Ну, я надеюсь, вы можете эту аллегорию приложить и понять, что она делает. Закройте двери и окна для начала. И вам не надо будет крутить этот регулятор газового котла. И проверьте свой фундамент.